Добрый день дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о явлении Богородицы в Киеве. Десятинная церковь или храм Успения Пресвятой Богородицы считается первым каменным православным храмом на Руси, воздвигнутый князем Владимиром в 989-996 годах в Киеве на месте кончины русских первомучеников Феодора Варяга и Его сына Иоанна. Храм был освящен в 996 году. Храм получил название Десятинной церкви. На содержание ее князь Владимир выделил одну десятую от доходов княжеской казны. На Пасху в 2006 году впервые после восстановления церкви совершили праздничную божественную литургию в Скинье у Десятинной церкви. И через несколько дней в четверг Светлой Седмице в храме было явление Богородицы. После всенощного бдения праздника иконы – живоносный источник. Когда это произошло, люди еще находились в храме. Пресвятая Богородица вошла в длинном белоснежном одеянии с покрывающим голову амафором. Все прихожане ее видели. Она шла как человек во плоти. Был слышен звук ее шагов. Богородица подошла к аналое, на котором была установлена единственная на тот момент писанная Десятинная икона Божией Матери. Остальные были литографиями. Богородица подошла к иконе, постояла возле нее, посмотрела. Даже голову немного к ней склонила, как обычно делает человек, который что-то внимательно рассматривает. На Светлой Седмице всю неделю царские врата открыты. И Богородица, обойдя аналой с иконой, вышла царскими вратами в алтарь. Когда она подняла к небу свои причистые руки и начала молиться, люди в иступлении упали на пол и их тело и ум отключились. Святой Паисий Святогорец говорил, что когда благодать Божия приступает к человеку, он сокрушается или буквально парализуется. Кости его делаются мягкие, как воск. Что говорить о безмерной благодати молитвы самой Царицы Небесной? Как рассказывали потом прихожане, которые находились в этот момент в храме, все они испытали одинаковое состояние выпадения изрельности. Чувствовалось присутствие Царицы Небесной. Ее великая неизреченная благодать, которую грешному человеку трудно выдержать. Даже если кому-то рассказать, что тут вчера было Царствие Небесное, человек все равно не заплачет. А если он почувствует это сердцем, то слезы сами плются ручьем. Вот такое случилось и с прихожанами. Это великая внушающая страх и трепет события воучию показала, насколько важно и дорого нашей владычице каноническое православное богослужение и принесение бескровной жертвы на избранном ею в веках месте. После этого благодатного посещения Богородицы и наша Десятинная икона стала чудотворной. Все присутствовавшие видели, как Богородица зашла, но никто не видел, как она вышла. Она духом своим осталась с нами. В 2016 году на Пасху был юбилей этого события. Десять лет, как на этом святом месте возобновлены богослужения. Десять лет со дня явления Богородицы. Промыслительно оно было именно здесь. Ведь Десятинная церковь первый на Руси собор при чистой Богородице. Мать всех русских церквей. Отсюда начало утверждать все христианство на нашей земле. Это место святое для всех русских людей. Здесь служили и молились все наши основатели, первосвятители и отцы. Начиная от великого князя Владимира, который построил Десятинную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь были все русские императоры. Здесь в первые века христианство рукополагали священство. Постригали в общество. Здесь была служба по византийскому уставу. Здесь служили греки. Здесь захоронили и первого христианского правителя Руси княгиню Ольгу. При раскопках был найден мраморный саркофаг. Считается, что именно в нем упокоилась святая равноапостольная княгиня. Только благодаря молитвам и пристательству Царицы Небесной здесь теперь возведен прекрасный храм. Она сама нас тут держит и опекает. Монастырь пытались сжечь сатанистые язычники. Обливали бензином чудотворную икону Царицы Небесной. Кидали в святой образ коктейль молотова. Пожар в храме вспыхнул такой, что кругом все обуглилось. Постмассовые кондиционеры расплавились и свисали со стены, как мокрая тряпка. А иконы и мощи остались невредимы. Только кивот по краям немного обгорел. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог.